Добрый вечер! На счеток самотелевидения «Диалог православия» мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Баляковскому монастыря Никумину Евмению. Отец Мини, добрый вечер! Добрый вечер! С постом! Да, с апостольским постом. В минувшее воскресенье в монастыре произошло много радостных событий. Здесь праздновали и воскресенье Господа, и празднование всех русских святых, и также празднование чествования иконы, лапзания Господа нашего Иисуса Христа Иуду, и освящение памятника, храма. Было очень много событий. У нас есть репортаж с места событий. Предлагаю с него нам передачу начать. Конечно. Да. Пожалуйста, давайте посмотрим. Лапзание Господа Иисуса Христа Иудою – трагическое событие в истории человечества. Поцелуем один из первых учеников Господа указал врагам на него, предал он страшные мучения, распятие и смерть. Икона с изображением предательства Иуды была чудесным образом явлена в Николобролюковском монастыре святыни наших краев в начале XIX века. Женщине слепой явился во сне ангел, который указал на средство исцеления. Нужно было помолиться перед определенной иконой, которая находится в Николобролюковской пустыне. В третьей попытке икону нашли. Она находилась в хлебопекарне монастырской. Помолившись перед этой иконой, женщина исцелилась. Чудотворная икона после случая со слепой женщиной обрела массовую популярность. Многочисленные паломники стекались с разных уголков нашей страны за получением исцелений. С крестным ходом обходили соседние населенные пункты. Эпидемии болезни обходили стороной. В современной истории Николобролюковской пустыни, как только появилась возможность восстановления монашеской жизни и богослужебной деятельности после времен лихолетий, почитание икону возобновили. Святой образ разместили в центральной части храма для поклонения. Стали проводить крестные ходы по субботам после божественной литургии, совершать молебен с чтением Акафиста «Страстям Господним». Сам оригинал был утерян, к сожалению, в советское время, но у нас сохранились многие списки XIX века. Один из них, список, мы стоим перед ним. Его история весьма интересна. Перед ним один из списков был украден. В тот же самый день пришел реставратор, наш близкий и знакомый, который с радостью объявил, что он нашел список лапзания. Мы думали, что это именно тот по горячим следам, но оказалось, что это другое. Он оказался и древнее, и красивее. Мы его отреставрировали, и сейчас он здесь храм Христа Спасителя украшает. Честование икон лапзания Иисуса Христа Юдую совершается в Николаврюльковском монастыре в июне, 10-е воскресенье после Пасхи. Каждый год радость праздника, обретение чудотворной иконы приезжают разделить многочисленные прихожане, паломники, почетные гости. В этот раз праздничное богослужение возглавил правящий архиерей Балашихинской епархии, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Празднование чудотворной иконы также приходится на память всех святых в земле российской просиявших. Православная Церковь называет их нашими святыми сродниками. В своем пасторском слове Владыка Николай отметил, что почитаемые святые были такими же, как мы, жили на той же земле, имели такую же веру, церковь, такие же условия для спасения. Но в отличие от нас, они имели решимость быть с Господом, исполнять Его волю и заповеди до конца. Сложно отказаться от всего того, что нас связывают в мелкие, в далекомые грехи, привязаны к земному, нет у нас той вещи, в том, из которой причинается сегодняшний закон. А вот священному ученик Кукша, его ученик, преподобный ученик Никон Печерский, смогли в своей земной жизни исполнить закон Божий в полной мере. Они жили в наших краях в XII веке, происходили из языческого племени Вятичей. Однако, обретя истинную веру в Киево-Печерском монастыре, они с апостольской проповедью вернулись к бывшим соплеменникам, прошли от Брянска до Суздаля, через все Подмосковье, обратили в православие множество людей. Здесь, в наших краях, и приняли смерть за веру во Христа. В честь 910-летия со дня их мученической кончины в Никола-Бирюльковском монастыре был установлен памятник. В День всех святых нашего Отечества торжественно освящен. ...освящается памятник всей благодати Святого Духа окроплением воды священной во имя Отца и Сына. Мы знаем прекрасно, что сегодня, именно в Киево-Печерской лавре происходит бесовщина. И, к сожалению, некогда, казалось бы, единый народ переносит страшные испытания. Кстати, такие же испытания перенесли и Кукша, и Никон. Люди, которые по поручению руководства Киево-Печерской лавры братья лавры пришли сюда для того, чтобы принести людям веру. Сегодня огромное испытание перед, в том числе, нашей страной, когда пытаются эту веру вытравить. Мы видим, что происходит сегодня, казалось бы, в Киевской Руси. Человек без веры превращается в антихриста и в сатану. И сегодня здесь, в Никола-Печерской монастыре, мы напоминаем всем, что есть Бог, что есть вера, вера в справедливость. Также в этот день владыка Николай совершил великое освящение домового храма во имя всех святых. Церковь была построена в 1853 году на месте явления чудотворного образа спасителя. В прилегающих келейных корпусах размещалась братья и монастырская больница. Позднее лазарет для раненых и больных воинов в Первой мировой и русско-японской войне. В советские годы церковь была поругана, использовалась под нужды государственных учреждений. В 2021 году храм и братские корпуса были восстановлены и теперь используются по прямому назначению. Церковь всех святых стала четвертой восстановленной в Николоберликовском монастыре после безбожных лет поругания и забвения. Молитвенная жизнь возобновилась в соборе Святой Троицы, храме Христа Спасителя, церковь во имя Архангела Михаила. Завершается реставрация последнего пятого храма на территории Святой Обители во имя Святителя Василия Великого. Работы ведутся уже внутри помещений, уже отделка и полы, и даже заказан иконостас. И, собственно, под ним, это же надратная церковь, значит, под ним уже сделан проход, пеший для паломников, для верующих людей. И надеемся, к осени это все уже восстановить, так, чтобы можно было посещать этот храм. Никола Березовский монастырь – это чудо. Это чудо. Имел честь, имею честь немного ему помогать, как вы знаете. И то, что я видел первый раз, когда я сюда приехал, это было лет 15, если не больше назад, разваленный, страх Божий. Смотрите, какая красота. И погода, и люди. А с нами Бог, и мы победим. Обидитель живет полнокровной жизнью. Она не только возродилась. Вы видели, сколько сегодня на службе было детей, которых сюда приводят. В воскресную школу приносят маленьких, которые здесь получают духовное назидание, окормление. Это очень важно. Божьей помощи всем вам, дорогие друзья, храни вас Господь. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Вот эта икона, лапсания Господа нашего Иисуса Христа Иуда, это местночтимая икона. Она только в Николобельковском монастыре празднуется. Ну да, она была явлена в нашем монастыре, и были от нее здесь явлены многие чудеса, о чем свидетельствуют архивные документы. То есть мы нашли те тетради, которые монахи писали, записывая каждое из чудес, произведенных этой чудоотворной иконой. И она была местночтимой, то есть она вот здесь явлена и здесь прославлена была. Но, конечно же, с ней ходили по всему Богородскому уезду, а он распространялся далеко. Я знаю, что в других храмах тоже есть иконы. То есть в то время они, наверное, и в других как-то распространялось, в храмах, не только в монастыре. Эта иконочка воспроизводит евангельское событие предательства Иуда. И оно, так сказать, на слуху у всех. Это начало страданий Господа, его страстей Христовых. Поэтому, конечно же, этот сюжет известен всем, и поэтому иконописцы часто использовали его и в иконостасах, и в росписи храмов, и просто в иконах. И в нашем монастыре на революции была иконописная лавочка, где, собственно, мы распространяли эту икону. То есть у нас была и иконописная мастерская, и лавка, и те иконы, которые мы писали здесь, а это в основном лапзания различных форматов, от маленького до большого, они распространялись со всеми паломниками, приезжающими. То есть и священники брали, и миряне просто брали себе в дома и в церкви. Вот сейчас я знаю, что рядом в Воскресенской церкви также наши иконочки находятся. Есть наши иконы, точный список чудотворный, наши иконы, с которых ходили как раз крестными ходами. Вот здесь были фотографии старинные. Она находится в Лосино-Петровске, в село Пречистое, в Троицком храме. Там хранится эта икона. И эти иконы, и по домам у меня дома... Здесь на улице Шелково тоже есть. В Щелково есть. И у меня дома даже иконочка, ну, такая маленькая формата, хранится от бабушки, скажем, от прабабушки. То есть это в Богородском уезде, который охватывал огромный район, это и Балаших, и там Домытич доходил. Соответственно, везде эти все иконы были. Но мы знаем, что приезжали к этой иконе не только с этого района, но и с Москвы, и с Питера, и со всей, в общем-то, России. Так как она была чудотворной и прославлена тем, что исцеляла глазные болезни, то очень много людей... Она так и была явлена, да? Татьяна Кузнецова, слепая от рождения, она прозрела при обретении этой иконочки. Ей, собственно, был явлено, где ее искать, слепой женщине. И после этого к ней шел народ именно с такими проблемами с глазами. И, соответственно, она была известна во всей Руси. Сейчас главный список, да, перед которым... Ну, основная святыня, да, монастыря, она находится у вас в Храме Христа Спасителя. Да, какие у вас еще есть старинные списки? Вот тоже люди спрашивают, да, появилась недавно в Соборе Святой Троицы там тоже. Ну, нам, да, нам иногда приносят либо иконы лапзания, либо какие-то... Ну, ризы, вот в данном случае вот про Троицкий собор, если говорить, это была старинная риза, то есть металлическое вот это покрытие, иконочки серебренные, да, оно вот было принесено, и под него мы написали новую иконочку, потому что сама икона была утеряна. И под эту ризу старинную мы сделали, таким образом, восстановив икону в его полной, так сказать, красе. И она находится сейчас в Троицком соборе. А в Храме Христа Спасителя, там, где сейчас список висит, там как раз находилась чудотворная икона. по описаниям, очень богатый был киот, украшенный монастырем, и, ну, к сожалению, это все было в годы гонений на церковь, все это было вывезено, собственно, и саму икону мы до сих пор не можем найти, потому как ее следы теряются после особого отряда НКВД, который сюда приехал, вывез все ценности, в том числе и эта икона. А как вы определяете, что это не оригинал? – Есть описание, как она выглядела, то есть эта икона, 71 сантиметр диаметром, она круглая была, она старинная, древняя очень иконочка, то есть она видно, что достаточно такой древности, это и дерево древнее, и письмо древнее, и определенные там надписи, на ней тоже все это перечислено в архивных документах, как она выглядела, что на ней написано. Вот та икона, которая в Пречистом находится, там также сзади надпись находится, по которой мы определили, что эта икона принадлежала нашему монастырю. Прямо эта четкая надпись, она указана в архивных документах нашего монастыря, что список для окрестных ходов, сзади была такая надпись. Вот она там и есть. – А еще какие у вас есть списки тоже? – Ну, они различаются в основном, то есть сюжет один и тот же, различаются размерами. Есть маленькие, я говорю, что есть даже… – Тоже люди приносили, вот так, куда ездят в 19-й век. – Да, да, вот есть ладошка буквально, маленький список у меня в келе, иконочки есть побольше, там в две ладошки есть, там аналойная иконочка есть, вот, которые мы в киоте уже поместили. То есть они вот различные иконочки. Повторюсь, их было очень много написано нашей же мастерской. Я думаю, то, что приносится, это в основном наши обители, собственно, их выпускало для паломников. Сейчас они возвращаются опять в родную обитель эти иконы. – Вот тоже удивительно, да? Вы раньше писали, ризы вот эти вот, да? То есть вот металлическая накладочка такая. Сейчас так уже не делают. – Нет, сейчас тоже делают, но это, ну, например, Софрина там тоже делает ризы, которые иконочкой обрамляются. Но это, так сказать, по спецзаказу. Дело в том, что, ну, каждому веку присущи свои какие-то традиции, свои какие-то пристрастия, так скажем, как это можно сказать, то есть то, что нравилось, нравилось свои вкусы, да? И вот был момент, когда ризами украшали много иконок. – А сейчас какая вот особенность? – Какая тенденция? Сейчас просто пишут иконы в основном… – И чтобы красиво было, да? – Без рис, да. И, ну, в различных стилях есть и более живописные стили, есть и более строгие стили иконописи. Ну, каждому свое, но, в общем-то, вот у нас, ну, мы знаем, есть Палех, например, свой стиль, есть там другие школы, там Трои Сергея Лавры школа. В общем, их огромное количество стилей иконописи, которые мы можем, проехав по храму, увидеть все это вживую, что называется. – Каждую субботу, да, после Божественской Дюрни, утром, да, у вас проводятся молебны, да, перед лапзанием, перед иконой лапзанием Господа Иисуса Христа. Ну, вообще, наверное, сейчас не очень любят люди распространяться, даже об исцелении своих, но есть какие-то вот случаи, которые вам рассказывают? – Есть случаи, да, возвращались люди, благодарили за то, что вот им там помогло, в основном вот с глазными болезнями, как и раньше, так и сейчас, вот люди с глазными болезнями, притекающие на молебен, там, водичку или маслица от лампадочки, вот, берущие помазывают, и им это явное улучшение вот их болезненной ситуации. То есть есть такие уже, хотя, собственно, сегодня ничего времени-то прошло, как мы начали это служить, и как иконочки, вот, собственно, были выставлены, да, отреставрированы, то есть совсем, ну, несколько лет буквально, и за эти несколько лет уже есть отзывы. – Почему вообще мы прославлены – такое вот удивительное событие, то есть предательство вроде как Иуда, и он вдруг такой образ прославленный? – Ну, вообще, да, действительно, многие говорят, а как же тут прикладываться к Иуде, что ли, я буду прикладываться на этой иконе, да, ну, или как есть «Вход Господня в Иерусалим» иконочка, да, там Господь на ослике, ну, что там, к ослику прикладываться, что ли, да. Есть, ну, как бы такая суеверность в этих размышлениях. Дело в том, что любая икона, ну, каноническая, конечно, икона, которая благословлена Церковью, она несет на себе благодать Божию, и она прославляется. И здесь мы видим даже, что сам Господь прославил эту икону, этот сюжет, сделав ее чудотворным, то есть от нее происходили чудеса, и происходит. И мы можем прикладываться без сомнений, что тут что-то вот без всякого подвоха, но сюжет ее, этой иконы, он более глубокий, чем предательство. Предательство – это как бы на поверхности лежит, да, вот Иуда, вот Господь, вот сзади Иуды стоят посланники от архиереев, воины и там слуги его, которые с веревками, которые там с палками, вот пришли взять под стражу Господа. То есть это первое впечатление. Но второе впечатление, когда мы читаем евангельский текст, описание этого события, да, мы видим, что, а как Господь отнесся к этому? Ведь когда Иуда приблизился к нему, Господь сказал, друже, то есть друг, твори, на что ты пришел. То есть он как бы благословляет ее даже на это, да, вот ему говорит, да, разрешает ему это сделать. То есть и в этом мы видим что? То, что Господь и даже в этом грехе, в момент предательства Иуда, в момент его вот такого отречения от Христа, Господь все равно протягивает им руку, все равно говорит, но все равно ты мне друг, у тебя есть время покаяться, у тебя есть время исправиться. Пока ты не умер, ты можешь еще обратиться и вернуть себе апостольский чин. То есть мы видим здесь, что Господь даже в этой иконе предательства на первом плане стоящего, мы видим его любовь к роду грешному, роду человеческому и отношение Господа даже вот к предателю своему. Да, предлагаю, прежде чем мы будем рассматривать, да, поступок Иуда, почему он так совершил, что это за личность такая была? Ведь даже неверующие люди, да, знают там, как уже нарисательная стала Иуда, да, и на литургии божественной каждый раз его предпричастие вспоминаем, да, не дай поцелу, как Иуда, да, вот, прежде чем мы перейдем к этому рассмотрению, пожалуйста, давайте прочитаем с вами отрывок как раз евангельский, о предательстве Господа, это Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 47 по 56, пожалуйста. Да, послушаем Евангелие. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами, колиями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказал, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, рови!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, излег меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предстоит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов». Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час, сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали». Так, и когда еще говорил он? То есть это уже происходит перед крестными страданиями Господа, да? То есть получается там... Ну да, здесь была молитва перед этим в Гефсиманском саду, здесь апостолы уснули на этой молитве, а Господь просил Отца Небесного, чтобы он пронес чашу эту мимо него. И вот он, когда он говорил, «Уснувшим апостолом встаньте, уже приблизился предающий меня», вот в этот момент как раз это все и произошло. После этих слов буквально. Да, кто же такой Иуда, который стал символом предательства, вероломства? Вот удивительно, но это апостол, один из 12 апостолов, избранных самим Господом. И удивительным образом мы видим в течение всего Евангелия, как деградирует, как разлагается морально-нравственная душа апостола Иуды, и как от звания высшего, из человеческого рода званий, апостольского, он спускается к предательскому совершенно действию, и потом еще и кончать жизнь самоубийством. То есть мы видим, что здесь Иуда, конечно же, на наших глазах деградирует, хотя по преданиям церковным он с детства знал Господа Иисуса Христа, они, в общем-то, жили вместе. То есть они ровесники примерно, да? Примерно ровесники, да, и в детстве он даже страдал такой вот какой-то болезнью, и его родители принесли его к Богородице, к Богу-младенцу, чтобы она предложила его, чтобы исцелиться. И когда это произошло, по некоторым преданиям, он бес, который был в Иуде, еще в детском возрасте, его сподвиг на то, что он укусил Господа за Бог. Это как раз то место, куда потом сотник Лангин Копье пронзил, да, Копьем пронзил ему ребра. То есть вот этот момент, этот ребенок Иуда, укусивший Господа, он в этот момент исцелился. И с этого момента он стал уже, ну, нормальным, адекватным, и ходил с Господом, и играл с Ним, и потом стал еще и апостолом. И был соучастником, собственно, всех тех событий, которых мы читаем в Евангелии. Он видел, как Господь ходит по воде, он видел, как Господь исцеляет бесноватых и прокаженных, он видел, как Господь воскрешает мертвых. То есть все это он видел, как он там тысячи людей кормил там питью хлебами, и, в общем, огромное количество чудес прошло на глазах Иуды. И вначале, собственно, он был верующим и ходил с ним, но в дальнейшем его страсть к сребролюбию, она его, собственно, погубила, через нее вошел у него сатана. Да, еще нам известно, да, о том, что он немножко отличался от апостолов тем, что они были простые рыбаки, а он был такой вот элитой, можно сказать. Ну да, он был из... То есть рыбаки были из Галилеи, языческой. Галилея – это как бы такая провинция глубокая, да, израильского государства, а он был из Иудеи, то есть это вот центральная часть, ну как вот Москва и москвичи, да, вот у нас, да, и какие-нибудь провинциальные города. Вот так же и здесь. Вот апостолы и все остальные были провинциалами, а он был... жил в пригороде Иерусалима. И поэтому считался одним из привилегированных, то есть он, в общем-то, из элитарных таких семей. Но по преданию... Может, поэтому ему и денег дали носить ящик, да? То есть община... Ну, как бы более культурный, культурный, более, так сказать, имеющий какие-то навыки, может быть, обучившийся чему-то, то есть он более образованный был по сравнению с рыбаками простыми, и поэтому ему доверили. Более сложные, так сказать, моменты это вот кассу, это... Вот он был таким носителем казны апостольской. Апостольской, да, то есть ведь все равно апостолы, они что же должны были кушать, должны были что-то купить себе, и Господь тоже кушал. Поэтому нужны были деньги, безусловно, и кто-то должен был за них отвечать. Вот это поручили Иуде, как одному из более образованных апостолов. Ну, мы сейчас к этому еще вернемся. Почему такое название «Искариот»? Ну, много предположений и, так сказать, переводов, но самое первое, что в голову приходит, это человек из города Кориот, из Кориот. Другой перевод с арамейского – это «предатели». Еще один из переводов – это «рыжий». Он действительно был рыжим. Еще один из переводов – это «живущий в пригороде» из Кориот. Да, вот, ну, различные там… Если ведь описали это по звукам, да, то есть мы транскрипцию, собственно, сейчас точно не установим, и точные его прозвища мы не можем понять. То есть отличие различных, так сказать, букв, по звуку одно и то же, а по буквам разные, получаются различные понимания этого слова. Ну, вот, собственно, все ложится в одну канву с преданием, что он действительно был рыжим, он действительно был предателем, он действительно жил в пригороде Иерусалима, и все это из Кориот, вот оно, собственно, и, так сказать, в переводе обозначает. Ну, и для отличия от другого Иуда, который тоже сопровождал… Ну, конечно же, да, то есть тогда не было, как мы сейчас там по имени-отчеству, да, и различаем, если одинаковые имена, то по отчеству разный. Тогда были вот там кто, от кого. Вот там был ведь еще один Иуда, Иаковль, то есть от Иакова родившийся, соответственно, вот чтобы отличать их, было дано такое прозвище Иудеис Кориотскому. Вот такой вопрос возникает, да, ему был доверен ящик денежный, да, хотя все знали, как евангелист, и он говорит, что он был вор, да, вот, то есть зачем ему тогда Господь доверил ящик денежный? Ну, евангелист Иоанн Богослов пишет это уже в конце Евангелия, да, вначале-то он, может быть, и не был вором, но, повторюсь, вот эта деградация, она постепенно происходила в нем, и, ну, вот сначала он был как казначей, да, вот апостольской церкви, а в дальнейшем он, наверное, стал потихонечку, так сказать, себе что-то присваивать из этой казны общей, и в конце концов он дошел уже до такой степени, что даже за деньги предал своего учителя. А может быть, еще здесь такой момент тоже, да, то есть чтобы не было такого, что потом он высказал, то есть у него болезнь души была, да, и чтобы потом он не высказал Господу, а ты мне вот не давал ничего, то есть Господь мы все дал, и у нас ведь мы тоже в жизни. Да, и так бывает. Если что-то нас тоже, например, как говорят, в твоей жизни будут дараканы, до тех пор, пока ты не смиришься, да, то есть что они есть. То есть получается как? У нас есть тоже у каждого какая-то своя болезнь души, и все время нам, получается, мы проходим вот один и тот же урок, нам Господь создает такие условия, что мы в одно и то же впадаем. Ну, действительно, и так можно предположить, что Господь – это все промысел Божий, которым мы, ну, в точности сейчас не узнаем, а после смерти все это будет известно. И сейчас мы можем только предположить, по какому промыслу Господь доверил ему казну апостольскую. Скорее всего, конечно же, да, вот если логично рассуждать, то для того, чтобы он свое сребролюбие в себе подавил. Господь же знал, что в нем оно сидит. Ну, вот хочешь ты иметь много денег, а если бы он дал казну другому апостолу, то Иуда к этому апостолу бы имел бы чувство злобы, зависти, мести или еще чего-то. То есть его деньги притягивали. Поэтому, чтобы не было вот этого внутри апостольской среды конфликта, он говорит, ну вот на тебе. Я тебе все дал. Да, я тебе даю, пожалуйста, используй это для пользы своей и общей пользы. И вначале-то, я думаю, так все и происходило поначалу. Пока вот эта страсть не развелась настолько, что она его полностью обаяла и привела его к плачевному состоянию. Вот такой тоже вопрос, да? 30 серебряников – это, наверное, не очень-то и много. Да, это совершенные копейки. То есть, на самом деле, вот, ну, деньги сейчас мы не можем их... То есть он поле на него купил, да? Поле, то есть это вот... Да, ну, там не поле, а участок, да? Это небольшой участочек, буквально там, он сейчас есть в Иерусалиме, этот участок для погребения пришельцев. Если умирает в Иерусалиме, то первосвященники выкопили кусочек земли, он буквально там, ну, метров, ну, может быть, 20 на 20. То есть вот и вся, собственно, огромная эта сумма, в кавычках. Ну, и в Беском Завете тоже 30 серебряников – это цена раба, да, считалось? Если брать, почему вот первосвященники именно эту цену выставили ему, то есть он же не сказал, дайте мне там вот такую сумму. Это их было предложение, мы дадим тебе 30 серебряников. Почему именно такую сумму? Да потому что на тот момент, если человек убивал раба, другого, так сказать, хозяина, то он должен был возместить эту потерю, хозяину этого раба убитого, это 30 серебряников. То есть вот эти вот денежки, копейки стоила жизнь человеческая на тот момент. И первосвященники так оценили Господа, Мессию, как раба. То есть они даже по этому моменту, мы видим, насколько они с презрением относились ко Христу, что даже оценили Его, хотя и это в голове не укладывается, как можно оценить Мессию. Но тем не менее здесь их действия, их полностью изобличают, то есть они Его оценили как раба и не более того. Вот представим эту ситуацию, да, Иуда, которая ходила с Господом, вот он имел с собой ящик денежный, там были явно немалые суммы, потому что, как мы знаем, и потом Мария, да, народовый мир, да, взяла на ноги Господа. То есть ходили за ним женщины, которые имели состояние, соответственно, жертвовали туда. И наверняка у него уже была какая-то приличная сумма, да. Зачем же ему вот эти понадобились 30 серебряников? Ведь не в них же было все дело. Это копейки эти, да. Ну да, действительно, этих денег бы ему не хватило на всю оставшуюся жизнь, как это всегда и бывает, да. Собственно, у таких сребролюбцев. Но здесь мы видим, может быть, у него более, так сказать, дальний умысел был. То есть он предавал Господа не для того, чтобы, ну, просто вот получить копеечки эти, да, себе в карман. Потом он их и бросил даже. Потом они ему и были даже не нужны. Он их с презрением бросил под ноги первосвященникам. И тогда они уже купили на эти деньги вот землю горшечника. Соответственно, для погребения иностранников. Соответственно, если более глубокий смысл, то мы здесь видим, что, может быть, он, так как он был казначеем, да, Христа, и он видел, что Господь, ну, не хочет он царство земное принимать. Вот прям явно. Даже в Евангелии есть такие фразы. Он думал, что вот сейчас, как и все, в принципе, там думали, да, что Господь сядет на престол, а он будет вот царским казначеем. И, да, они разделят власть над всем миром, да. То есть они будут... Один слева сядет, другой справа. Да, 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 соцарствовать будут со Христом, да. Мы видим это действительно, что там и Иоанн и Яков хотели с левой, с правой сесть, и все это происходило. И даже мы читаем в Евангелии, что сами апостолы, там не сказано, кто из них, но сказано, что апостолы говорили, ну, ты приди, и вот как же, ты должен проявить себя, и всякий, кто, так сказать, творит чудеса, он должен прийти и проявить себя, на что Господь сказал, мое время еще не пришло, да. То есть они сами его подталкивали к тому, чтобы он становился царем побыстрее. И когда они шли в Иерусалим, Господь им говорил, я иду на крестные страдания, на распятие. Они делили места, так сказать, при царском дворе. И тут у Иуда, наверное, самое такое вот было. Да, и у него была цель стать казначеем, да, вот в этой, так сказать, царской челяди. Ну и что? А тут он пришел к Христосу и говорит, а царство мое не от мира сего. И он и не собирается стать, да, царство. И оказывается, никакого царства он не будет брать, ни у кого не отнимать, никого не будет, и никого не будет так себе подчинять. И вот возмущение Иуды, оно, наверное, было такое внутреннее, что он решил подтолкнуть как-то вот ситуацию, чтобы она начала развиваться в нужном... Ну да, то Господь уходит вроде от конфликтов, да? Да, да, в нужном русле ему, что есть. То есть такую провокацию сделать. Как ее сделать? Ну вот, да, давайте. Сейчас я его вам предам. Он же видел, что... Он знал, что Господь творит чудеса. А Господь явит силу свою, да? Он видел, что когда его хотели убить в Назарете, да, и вели уже на гору, чтобы сбросить его, он просто прошел сквозь них, они остановить его даже не смогли. То есть он понимал, что Господу никто ничего сделать не сможет. Он это понимал. И на это рассчитывал сейчас, что я его сейчас предам, они его попытаются, так сказать, поймать, там вот к себе, а он выйдет и их победит, и вот она, собственно, царская власть-то к нему и придет, да? То есть вот такие человеческие, совершенно смешные размышления Иуды могут здесь быть, так сказать, близки к истине. По нашим предположениям. Ну и вот эта провокация была сделана. То есть он пришел и сказал. Хотел ли Иуда смерти Господа? Нет, ни в коем случае не хотел, мне кажется, потому что, ну, с одной точки зрения не хотел, потому что если он хотел стать казначеем при царе, то как же тогда царя убьют, он уже точно казначеем не станет. Но с другой стороны, может быть, у него и была такая мысль еще и отомстить Спасителю за то, что он... Он оправдал надежду. Да, возложенного доверия, скажем так, на него, он не оправдал. Ну, я такую, как бы сказать, фразу мирскую привел сюда. То есть он-то надеялся на одно, а Господь этого ему не дал. И вот в этой злобе он мог такое мстительное задумать. Это как вот у нас тоже, да, такая любовь мирская, земная. То есть человек любит-любит, замуж выходит, женится, потом что-то происходит, и он почему-то, человек, становится самым главным врагом на этом свете. Ну да, как в меру говорят, от любви до ненависти один шаг. Да, вот этот вот... На самом деле это не любовь. Это то, что мы называем. Ну да, это присвоение. То есть потому что супруги часто строят свои семейные отношения на основании совершенно не духовном, не нравственном, а на каких-то внешних причинах. То есть либо это просто внешность, то есть понравилось там фигура, лицо, там, не знаю, какой-то там образ поведения. То есть соответствующий его идеалу какому-то, да? Да, вот у него есть внутренний какой-то идеал красоты. Вот он под этот идеал подбирает внешние, так сказать, человека. А что внутри у этого человека, он даже не задумывается. А после определенного там времени проживания вместе, то, что внутри у этого человека, оно выходит наружу. То есть вот этот фантик внешний, он уже не столь становится важен, а более важно становится внутреннее наполнение человека. И тут-то как раз и появляется ненависть. Ах, ты, значит, не тот, как себя за кого выдавал. Ты меня обманул, да, или еще что-то. Или просто, ну, вот ты такой, значит, а я думал, что ты другой, поэтому я тебя ненавижу. То есть это мы часто видим в таком обманывающемся роде человеческом. Человек, который обманут, он становится врагом для того, кто его обманул. Ну да, то есть получается, когда нас кто-то, сторонний человек, наверное, нас не так это ранит, да, когда, как говорят, в сердце бьют тот, кто к сердцу допущен, да. То есть вот это... Ну, конечно же, да. Мы, когда рассчитываем от человека что-то, так сказать, получить, а мы к нему со всеми своими чувствами сердечными, так сказать, и дружбой подходим, и вдруг от этого человека мы не получаем того, что мы ждали. И тут вся дружба, и все чувства, все куда-то улетучиваются, и остается только злоба. Я к тебе, собственно, вот пришел с такими надеждами, а ты их не оправдал. Все, ты виноват в том, что я несчастный человек. То есть я не получил того, что я желал, и вся жизнь у меня не надалась. Ну и там уже по сценарию всем известному. Зачем врагам Господа понадобился Иуда? Они же знали, они же видели чудеса, не слышали. Зачем он понадобился? Ну, действительно, город Иерусалим, он небольшой город, и там увидеть, куда пошел спаситель, но никаких проблем-то не было, тем более, что он и не скрывался ни от кого. Но здесь так устроено было судопроизводство в Израиле, что должен был судьям кто-то предать этого человека, который идет, тем более, на смерть. Они же его на смерть приговорили заочно. И для того, чтобы это было похоже, так сказать, на законность, что они легитимно все сделали, все правильно, все по закону, должен был быть свидетель, который его предаст. Кто его предаст? Они потом еще, когда спасители привели к ним, они еще свидетелей искали, но никто из них так и не смог ничего назвать достойного смерти. Но первым свидетелем, что это именно он, был Иуда. Ну, кроме того, они, может быть, боялись толпы, когда Господь заходил в Иерусалим, им нужно было узнать время, где Господь тайно, то есть где мог узнать только какое-то место сокрытое, сокровенное. Это безусловно. За Господом шли тысячи людей каждодневно. И поэтому, если бы кто-то дерзнул прийти его с веревками, с колями, с мечами, и на глазах у этой толпы увести, а толпа жаждала от него исцеления, чудес и прочего, они бы просто разорвали, я думаю, всех этих первосвященников в клочья просто. То есть они побоялись еще и того, что будет бунт в Иерусалиме, и поэтому взяли его в тайном месте, когда не было толпы, то есть ночью, когда никого рядом с ним не было, кроме апостолов. Вот для этого и нужен был Иуда. Ему было известно все планы Господа, где, чего и как, и он это и предложил. А зачем вообще Иуда сам с ним пошел? Видите, как у нас преступник, как говорят, он мог наводку дать, описать, как и где что, взять эти серебряники и так уйти тихо. Это, да, это самое простое, но тогда бы не совершилась бы вот эта вот легитимность передачи свидетеля предающему, так сказать. То есть он по суду первосвященническому должен был сам представить того, кого он предает суду. Поэтому он должен был быть там участником, во-первых. Во-вторых, конечно же, ну, было темно. Там, это сейчас у нас улицы освещены, там как днем практически все видно, а там было темно. Поэтому нужен был человек, который конкретно подойдет и покажет воинам, кого хватать. Почему именно поцелуем? Мог пальцем указать? Здесь уже, наверное, мы не сможем ответить на этот вопрос точно, потому что здесь уже, наверное, что-то внутреннее в Иуде происходило такое, что он вот именно таким образом решил выместить свою злобу на Христа. То есть он и здесь проявил свое внутреннее такое начало, внутреннее движение чувств злобных, что он поцеловал даже его. Настолько у него было в душе ко Господу плохо. То есть просто пальцем из-за угла нет. Он хотел быть участником этих событий, и он стал этим участником. Какой для нас урок мы можем вынести из этого поцелуя Иуда? Ну, здесь как бы два противоположных урока. То есть они диаметрально противоположны, потому что один урок это со стороны Иуды, второй – со стороны Господа. Первое, что мы видим, что человек, оказывается, может меняться в худшую сторону. Причем кардинально меняться. Если сначала он был сподвижником, то есть он терпел все невзгоды, он ходил вместе с Господом огромные дистанции, по городам и весям, им негде было иногда даже заночевать, негде было там какие-то естественные потребности свои исполнить. Он все это терпел, и он был сподвижником, вместе с другими апостолами. Но потом постепенно он стал меняться и впустил в себя сребролюбие. Через сребролюбие пришла злобность, вот эта вот ненависть ко Христу, а потом пришло отчаяние и самоубийство. Вот здесь прям по шагам мы видим, как развивается в душе человеческой такое подчинение страсти. То есть для тех людей, которые, например, ходят там, воцерковились, рядом с Господом уже вроде, то есть в любой момент это тоже можно сказать, пока ты не спасся, то есть успокаивался. Да, пока мы не вошли в Царство Небесное, мы еще не спасены. В одном из житий святых, преподобных отцов, мы читаем, что даже на мытарствах бесы ему кричали издалека, невозможно к нему было им подойти, он был в святой жизни, они кричали, ты уже спасен, ты уже спасен. А он даже на мытарствах, уже душа вышла из тела, он им отвечал, нет, я еще не спасен, но лишь когда войду ко Господу, вот тогда я буду спасен. Даже на мытарствах бесы пытаются душу уловить в каких-то вот таких моментах. И здесь мы также должны понимать, что если мы ходим в церковь, мы молимся, исповедуемся, причащаемся, это еще не значит, что мы уже сейчас спасены. Так протестанты говорят, если я верую, я же уже спасся, меня уже Господь спас, потому что я верую. Нет, этого недостаточно. Надо всю жизнь трудиться, молиться и бодрствовать, чтобы войти в Царство Небесное. И можно и на конце пути погибнуть, можно и в начале, можно и в середине пути погибнуть. Вот с Иудой именно такая произошла ситуация, что он погиб, можно сказать, в конце пути, когда был близок уже к апостольскому чину. Да, и такой же урок, ведь Господь не отвергает его поцелу, не отодвигается, он принимает его. Это да. То есть мы первую точку зрения по отношению к Иуде мы рассмотрели, теперь вторая точка зрения, что как Господь относится к своим врагам, как Господь относится к предающим его Иуде. Например, Иуде мы это видим. А ведь каждый из нас может предать Господа согрешая. Ведь мы даем обещания Господу и при крещении, и во время исповеди, и во время молитв каких-то мы даем обещание, что не будем больше грешить Господе. И потом опять согрешаем. И каждый раз какая-то частичка Иуды в нас тоже присутствует, мы предаем Господа, возобновляя свои согрешения, так или иначе. И здесь мы понимаем, что если мы не остановимся, то мы можем дальше развиваться, вернее, деградировать вот в этом предательстве от шага к шагу все глубже, глубже уходя в это болото страстей и безбожие. Поэтому здесь мы видим, как Господь к нам милостив и на каждом нашем согрешении Он нас прощает как Иуду. То есть, если Он Иуду простил и сказал «Друг, твори, на что пришел», то есть он ему протягивает руку и говорит «Я все равно тебя люблю, делай это, но потом не забудь покаяться». В чем раскаялся Иуда? Написано, что раскаялся, но в итоге он потом все равно пошел, повесился. Он раскаялся, наверное, в том, что его план не удался. Вот он же составил план какое-то действие, и по этому плану он действовал. И вот план его привел совершенно в другую точку. Он не стал казначеем Господа, он не стал одним из высокопоставленных чиновников в царстве земном. Он все потерял. И Господа потерял, и казну потерял, и, собственно, и уважение потерял, то есть апостолы с ним не общались. Он потерял, вообще он стал одиноким, отверженным людьми и человеком. И здесь проявилось его, наверное, тоже не верить. Он, может быть, и раскаялся, он сказал, что да, я предал неповинную кровь, то есть у него не было веры. Но он с этим раскаянием не пришел ко Господу, вот что главное. Его гордость не позволила попросить прощения. То есть он рассказывал в своих поступках, но он перед собой это раскаялся, сказал, да, я вот сглупил, я предал кровь неповинную, как сказано в Евангелии. Но он не пришел ко Господу, как Петр, и не попросил прощения. Вот что главное. Ведь Петр плакал о своем грехе, о предательстве. Петр предал Господа. И они в этом смысле где-то равны по действию греховному, по предательству. Но Петр покаялся, не только раскаялся, но и покаялся пред Богом. А Иуда не доделал этого, то есть он опять стал на начальном этапе правильно раскаялся, но покаяние не принес Богу. Если бы он его принес, Господь бы его простил, и он бы вошел, как и Петр, опять в число апостолов. То есть так же, как и люди, да, так часто бывает, что какой-то грех их мучает внутри, вот они переживают, переживают, и это в уныние только приводит. Успокаиваются, каются, грызут себя, да, и это приводит только к психологическим каким-то баллам. Но сам себе грехи не можешь простить, прощает Господь. И не только простить, ты не можешь даже снять себя, то есть совесть все равно не успокаивается. Совесть, она хоть и беззубая, но может загрызть до смерти, да, есть такая поговорка. Может, так у Иуда тоже сам был, может, он так и не рассчитывал. совесть его загрызла. Он, наверное, про нее и не знал ничего, что она может, оказывается, так себя проявить. И она его загрызла вот до самоубийства. Поэтому всякий человек, который сейчас согрешает и раскаивается внутри себя, но не приносит этого покаяния Богу, он в большой, большой опасности. То есть он может от этого раскаяния ввергнуться в уныние, а там просто начнется безумные поступки от уныния происходят. Поэтому если вы чувствуете, что в душе что-то плохо, что-то вот грозет совесть, какое-то раскаяние, вы должны это осознать в чем, да, вы раскаиваетесь и это принести Богу покаяться на исповеди. Вот это важно. Осталось всего полторы минуточки. Пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, всем желаю ощущать внутри себя любовь Божию. На этом даже примере, глядя на икону Лапзани Иуды, мы видим, как Господь нас любит. Не забывайте об этом и помните, что во все дни жизни вашей Господь рядом с вами протягивает вам руку. От вас только требуется протянуть свою руку и взять Господа за руку и идти вместе с Ним. Благодарю вас, отец Именин, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok